Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Технологии для бизнеса» и с вами ее ведущая Анастасия Белоногова. И сегодня у нас в гостях Михаил Косилов, исполнительный директор RRC Group. Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте! Михаил, ну традиционно в начале этой программы мы спрашиваем у наших гостей несколько слов о компании. Буквально в нескольких словах. Чем занимаетесь, сколько офисов, в каких городах и странах представлены? Компании RRC 25 лет в этом году мы будем праздновать. Поздравляем вас, юбилей! Страшно гордимся, что мы по возрасту почти как наша страна. До прошлого года мы были представлены в 15 странах. Это почти все страны СНГ, постсоветского пространства и страны Восточной Европы. В прошлом году мы продали бизнес в Восточной Европе компании Ingram Micro. Это крупнейший дистрибутор на рынке в мире вообще. Ну что, собственно, в общем, нам тоже дает повод для гордости, что то, как мы строим бизнес, в общем, оценено не только было нами и нашими партнерами, но и в каком-то смысле нашими конкурентами. На сегодняшний день мы присутствуем в России. А изначально вы российская компания? Изначально мы совсем давно, если смотреть 25 лет назад, мы российская компания. В какой-то момент мы существенно выросли. И в прошлом году бизнеса за пределами России у нас было больше, чем в России как таковой. Безусловно, когда мы продали Восточную Европу, бизнес в Восточной Европе, у нас остались офисы в странах СНГ и в России. На этой территории, конечно, Россия – это крупнейший бизнес для нас. Если я правильно понимаю, вы IT-дистрибьюторы. Расскажите нам немного поподробнее об этом. Что это такое? В IT-мире – это не является законом, но очень часто принятая модель поставки оборудования и финальное решение потребителям выглядит следующим образом. Есть производитель, который на нашем жаргоне называется «вендор». Иногда, может, буду сбиваться на наш организм, но буду пытаться употреблять слово «производитель». Есть дистрибьютор. На самом деле их, как правило, не очень много. Два, три, четыре, пять, может, шесть дистрибьюторов у каждого производителя. И дальше есть огромное количество партнеров, как больших, так и маленьких, которые покупают у дистрибьютора. Иногда партнер покупает напрямую у производителя. Это, собственно говоря, та модель, как производитель строит свою… То есть вы тот партнер, который покупает у вендора? Вы тот партнер, который покупает у вендора и продает то, что в нашей терминологии называется партнеру, интегратору системному, который, уже добавив свои интеграционные услуги, конечное решение, даже, например, неправильно сказать, продает, интегрирует в заказчика. То есть вы такое связующее звено между вендором-производителем и конечным потребителем, скажем так, этого продукта? Можно и так назвать. С точки зрения конечного потребителя мы, наверное, не всегда видны. С точки зрения партнерских, с точки зрения наших партнеров, системных интеграторов, мы, собственно говоря, та организация, которая им продает, продавая, мы, конечно же, стараемся оказывать им массу услуг, которые включают в себя техническую поддержку, пресейловую поддержку. В какой-то бывает случай, когда поддержка техническая на момент внедрения, мы оказываем финансовую поддержку, потому что зачастую небольшой партнер, имея большой заказчика и проводя в жизни какой-то большой проект, просто не имеет финансовой мощи его воплотить. Нет достаточной компетенции, чтобы сопроводить этого клиента? Я бы даже сказал, в данном случае я имею в виду не компетенции, как того, кого и технической, а просто ему нужно купить оборудование на довольно крупную сумму денег, у него нет таких кредитных ресурсов. Соответственно, мы ему помогаем с этим. Бессловно, мы поговорим с логистическими вопросами. У нас большой склад, где какие-то сравнительно небольшие проекты можно всегда сформировать из того, что имеется на складе. А что же вы вообще продаете своему партнеру? Это какие-то решения для финансовой отрасли, какие-то аналитические решения? Что это такое? Если говорить об отраслях, наверное, нет на сегодняшний день в нашем мире отраслей, где не было бы так или иначе востребованы IT-услуги. То есть берете все отрасли? Если смотреть, куда фокусируются наши партнеры, то да. То есть мои заказчики, мои покупатели – это системные интеграторы, это одна единственная область – это IT. Но, наверное, интереснее и правильнее говорить, куда финально доходят эти решения. Это решения, которые доходят буквально до всех областей нашей жизни. Любые банковские учреждения сейчас существенным образом переходят в область IT-банков. Наверное, у каждого слушателя есть банк-клиент, который стоит, его персональный, куда привязана его кредитная карточка. Офисы уже как таковые не нужны, наверное, даже скоро станут, да? Этот тренд называется «мобильный сотрудник». Да, и это, с одной стороны, требование современного мира к тому, чтобы каждый сотрудник был всегда на связи, чтобы он был оперативно принимать участие в жизни компании, принимать оперативные решения. Для этого он должен быть всегда на связи и иметь доступ к ресурсам компании. Одновременно с этим это все должно быть безопасно. Количество слухов, скандалов, кейсов, связанных с хоккейскими атаками, с потерями данных. Количество законов, которые сейчас растет о защите данных. Оно, в общем, иллюстрирует то, что общество начинает понимать, что в виртуальном мире, который, наверное, зачастую становится уже более реальным, чем... Чем наш настоящий мир, да. Нужно наводить какой-то порядок, какие-то устанавливать правила игры и, собственно... Своих полицейских внедрять в виде безопасности. Отчасти да. Отчасти да. И это процесс, который происходит не только в нашей стране. Это повсеместно люди, общество, правительство обсуждают то, по каким правилам должна развиваться информационная безопасность в сети. И зачастую хулиган, назовем его так, или злоумышленник, или преступник, как хотите, в сети может зачастую нанести вред или урон обществу существенно более высокий, чем хулиган просто на улице. Наверное, потому что это проще на данный момент, потому что нет еще такой системы безопасности, которая учитывала бы все нюансы. Или с чем это связано, как вы считаете? Это в том числе связано с тем, что одна из ценнейших вещей в сегодняшнем мире – это информация. Она находится там. Доступ к ней становится практически мгновенным на сегодняшний день из любой точки мира. Безусловно, компания, общество, правительство, не только наше, любое правительство предпринимает усилия по защите и наведению правил. Безусловно, когда есть такие лакомые кусочки, возникают недоброжелатели или злоумышленники, которые пытаются воспользоваться, обогатиться, как угодно назовите. Михаил, если мы говорим про ваших конечных покупателей, это банковская сфера. А какая еще? За кем вы видите перспективу или с кем, наоборот, наиболее сейчас больше работаете? Вы знаете, опять же повторюсь, наверное, нет сектора, где бы это не было востребовано. Где-то же наверняка рост идет быстрее. То, что мы видим на сегодняшний день чрезвычайно активно. Наверное, термин «электронный город», «электронное правительство», «электронное государство». Яркий пример из нашей жизни – сайт «Госуслуги», который активно развивается. То есть правительство, то, что, если опять же к джаргону уходить, это паблик-сектор, то, что государственный сектор крайне начинает активно и быстро развиваться в электронной области, предоставляя своим гражданам те или иные электронные услуги. Простой сайт «Госуслуги» на самом деле за собой влечет очень большие инвестиции в инфраструктуру, в софтверные приложения, которые будут на этом крутиться. Ну да, можно сказать уже только о том, что паспорт можно заказать себе за несколько часов и получить его. И опять же, это все требует, вне всякого сомнения, серьезную информационную защиту. Потому что, наверное, не хотелось бы, чтобы кто-то получил паспорт, украв. Вместо тебя. Вместо тебя, да. Ну да, безусловно. Наверное, это было бы как минимум досадно. Финансовый сектор, не банки, в широком смысле финансовый сектор. Банки, страховые компании, биржи, наверное, одни из пионеров, которые всегда у себя принимают лучшие практики. Ну и нужно быстрее развиваться, быстрее предоставлять клиенту качественные услуги. Промышленность, нефтегаз, сельское хозяйство. А что требует нефтегаз сейчас? Хотят дистанционно получать нефть? Вы знаете, чтобы нефтегаз – это огромное хозяйство. С одной стороны, сотрудники должны быть мобильными. С другой стороны, например, выездная бригада, обслуживающая трубу, должна оперативно получать инструкции и задания, что делать. Их менеджеры должны проверять оперативно, не обязательно возвращаясь, чтобы они возвращались на какую-то базу. Это требует мобильности этих бригад. Все данные, поверьте, у них огромное количество данных, которые крутятся на их серверах, требуют инфраструктуру, требуют какие-то сети передачи данных. Начинает развиваться высокоточное сельское хозяйство, когда комбайн освещен высокоточными GPS-клонами с датчиками, позволяющими с точностью сантиметровой понимать, где был высажен тот или иной картофель. Будете смеяться, правда картофель. Правда? Правда картофель. Что приводит к тому, что все поля засеяны равномерно. Нет проблемы того, что одна картошечка была засеяна на другую картошечку. Когда вы ее удобряете, вы, опять же, удобряете не все поле, а удобряете... Именно эту картошечку. Именно эту картошечку. Соответственно, у вас идет серьезнейшее сокращение затрат на какие-то химикаты. У вас идет равномерное использование ваших земельных угодий, что финально приводит к серьезному росту производительности. То есть, сельское хозяйство еще и выигрывает. Тратит деньги на IT, но зато выигрывает на удобрениях. В финальном смысле, в финальном, наверное, сейчас любая продажа невозможна никакого проекта, если ее потребитель, какая-либо организация, банк, не видит той или иной прибыли, которая получается от внедрения этого проекта. В случае с сельским хозяйством, с банком, это, собственно говоря, прямая выгода на сокращение издержек или предоставление дополнительных услуг, которые люди готовы так или иначе оплачивать. Это очень полезно. В случае с государственными учреждениями, поскольку они являются некоммерческими организациями, они свою выгоду видят в том, что те граждане, те люди, которые обращаются к ним, получают лучше, быстрее, качественнее услуг. Который орган власти призван им выдать. Михаил, спасибо большое вам за столь интересный рассказ. Мы вынуждены прерваться на рекламную паузу. Дорогие друзья, рекламная пауза. Дорогие друзья, и снова здравствуйте. В эфире программа «Технологии для бизнеса». И с вами ее ведущая Анастасия Белоногова. И я напоминаю, что сегодня у меня в гостях Михаил Косилов, исполнительный директор RRC Group. Еще раз здравствуйте, Михаил. Еще раз здравствуйте. Михаил, в первой части программы мы поговорили про вашу компанию. Сейчас хотелось бы затронуть вообще IT-индустрию. И расскажите, какие сейчас в IT-тренды. Вы знаете, наверное, какие-то вещи крайне часто звучат по телевидению, по радио. Люди их слышат. Это то, что называется интернет вещей. Да, очень сложное название. Долго не могла к нему привыкнуть. Это в каком-то смысле может быть отчасти пугающий тренд. Тем не менее, он есть. Это когда буквально каждая вещь в вашем доме, ваш холодильник, ваш пылесос, ваша стиральная машина, ваша камера видео, которая стоит на подъезде, подключена, имеет свой IP-адрес и дальше куда-то подключена. Таким образом, каждая вещь начинает генерить свои данные, которые выплескиваются в какую-то большую глобальную сеть, и ими как-то нужно управлять. Это то, что, наверное, простыми словами можно называть интернет вещей, который в последнее время начинает все чаще и чаще называться интернет of everything, имея в виду, что интернет вообще всего. Буквально в смысле всего. А вот эту систему для интернет вещей как раз разрабатываете вы? Или я что-то немного неправильно поняла? Вы получаете все эти данные, всю эту информацию от холодильника, пылесоса? Нет? Нет. На сегодняшний день нет организации, наверное, которая это бы делала. Это так же, как если спросить, кому принадлежит интернет. Интернет принадлежит, какая-то каждая отдельная его часть принадлежит кому-то. На сегодняшний день это феномен, который, в общем, в каком-то смысле трансграничен и не принадлежит никому. Это огромное количество данных, которые порождает каждый прибор, которые порождают какие-то организации, которые в огромном количестве порождают люди, приводит к еще одному тренду big data. То, что называется, даже не знаю, наверное, как правильно это сказать по-русски, имеется в виду, что... А по-русски, по-моему, никто это и не говорит. Имеется в виду, что огромное количество данных нужно как-то анализировать. В каком-то смысле из тех данных, которые есть сейчас в интернете, можно получить абсолютно исчерпывающую информацию, наверное, о любом событии. Но данных настолько много, что, в общем, их охватить и проанализировать, возникают сложные аналитические системы, возникает тот тренд, который называется big data, который как-то пытается осмыслить то, что происходит. Мы уже затрагивали тренд, который называется мобильность сотрудников. Он, наверное, уже зародился давно. Ну, в общем, в каком-то смысле мы все, наверное, стали его заложниками, в хорошем или в плохом смысле, не знаю, когда мы все понимаем, что наша организация, наши партнеры, наши сотрудники, наши руководители ожидают, что ты на связи всегда. Не знаю, хорошо это или плохо, но это вот факт. Это в каком-то смысле, наверное, вносит изменения, в общем, даже и в поведение людей, в психологию людей. Мало того, что наши сотрудники, уже любой магазин, если ты где-то находишься, по-моему, имеет данные о твоей локации, может тебе тут же какие-то предложения прислать и скинуть. Это вот скорее относится к big data, что как только ты зашел в торговый центр, по IP-адресу телефона, по твоему логину в Фейсбуке, по твоей электронной почте, по твоему MAC-адресу телефона, по куче маленьких крючочков. Торговый центр сразу понимает, кто ты, чем ты интересуешься в Фейсбуке. И что тебе можно предложить. И что тебе можно предложить. И реклама становится существенно более таргетной для каждого отдельного человека. То есть это не просто тот товар, который тебе предлагается. Это товар предлагается именно в той форме, которая тебе нужна. То есть корм для кошек тебе уже не предложат, если у тебя ее нет. Например, или известный кейс, который был в Америке, что оружие предлагается, одним людям предлагается как защита дома, другим продается как мечта того, что он идет со своей собакой, со своим сыном куда-то поохотиться. А полиция потом проверяет всех и тех, кому предложили оружие, чтобы защитить себя. Вне всякого сомнения, да. И один из больших трендов, на котором, наверное, мне было бы интересно чуть подробнее остановиться, это облачный бизнес. А что вы понимаете под облачным бизнесом? Очень хороший вопрос, спасибо. Потому что под этим на самом деле все понимают нечто свое. В каком-то смысле слова, если говорить об облачном, может быть, даже не бизнесе, а вообще феномене как таковом изначально, это то, что огромная часть твоей жизни, так или иначе, личной или бизнес, происходит где-то. Вообще говоря, ты не знаешь где. У каждого есть своя какая-то электронная почта, Яндекс, Мейл, Ру, Джимейл. Если спросить человека, где хранятся эти почты, эти письма, эти фотографии, которые привязаны, в общем, человек не в состоянии ответить. Кроме как в телефоне и в ноутбуке ничего не ответит. На самом деле они хранятся где-то в облаке. Они распределены между теми дата-центрами, которые, в общем, мы даже не знаем и не хотим знать, и не интересуемся, и не задумываемся, где они находятся. Мы просто привыкли, что в любой момент, когда нам нужно, мы можем оттуда достать и этим воспользоваться. И в этом смысле этот феномен облаков сперва пришел не в бизнес, сперва он пришел, наверное, массово, пришел в личную жизнь. То есть начали сначала фотографии грузить в облако? Ну, как самый простой пример, наверное, да. Все социальные сети, которыми так или иначе, наверное, пользуются, наверное, подавляющее большинство людей, это тоже яркий пример облачных сервисов, которые нацелены на персонального человека. Опять же, это все, это твое общение, это для многих, я бы, наверное, сказал, к сожалению, это становится уже больше, кого не больше, частью жизни. Это находится где-то в облаках. Ну и вот, собственно говоря, вот вся эта палитра красок, которая была, наверное, несколько лет назад уже активно применена в личной жизни, она начинает постепенно приходить в бизнес. В бизнес. Зачастую конечный потребитель услуги, он говорит, окей, ребята, вот я больше не хочу иметь сервер, я просто хочу иметь вычислительные мощности и расширять их или сужать их тогда, когда мне это нужно. Например, может быть яркий пример, это сайберспорт, это проведение каких-то массовых мероприятий по кибериграм, когда вот этим геймерам нужны огромные вычислительные мощности, которые они используют в момент проведения соревнований. Но какое-то время, на следующий месяц, например, они будут стоять вообще незадействованно. Играют не так часто. Играют, но это уже не соревнования, это уже не такая потребность. Соответственно, просто с экономической точки зрения людям невыгодно владеть всеми этими серверами. Более того, владение этими серверами, оно ведет за собой то, что ты должен позаботиться о том, что они стояли в надежном месте, электричеством были обеспечены надежно, климат-контроль там должен быть на высоком уровне и так далее, и так далее, и так далее. Это довольно высокая стоимость владения. Люди говорят, окей, я больше не хочу этим владеть, я хочу… А кто вот этими занимается соревнованиями? Кто этот человек, который организовывает эту площадку? Я не знаю его. Ага, просто я хотела спросить, это какой-то ваш партнер, клиент вообще? Нет, я думаю, что наши партнеры в том числе занимаются этим бизнесом, но я это привел просто как иллюстрацию. Может быть, хорошие иллюстрации, может быть, такси Яндекс или такси Убер, когда человек говорит, а я больше не хочу владеть машиной. Вот мне это уже не выгодно, надо платить за парковку, нужно… Нужно ее ремонтировать. Нужно ее ремонтировать. Я нажал приложение в телефоне, и через три минуты я еду в комфортной машине и ни о чем не думаю вообще. Даже если попаду в аварию, это уже не моя проблема в принципе, потому что страховка… Да, не дай бог, что-то произошло, это вообще меня не касается. И такая логика приходит в бизнес. Соответственно, большие производители начинают производить инфраструктуру как услугу, а следом за этим тянется и программное обеспечение как услуга, и платформа как услуга, и в конечном счете все, что требуется для бизнеса как услуга. Что это значит? Наверное, Microsoft Office, опять же, любой из нас когда-либо пользовался, и всегда мы покупали его как лицензию. Наверное, когда-то не покупали, потом стали просвещенной частью общества, стали покупать. Но сейчас альтернативой этому является опять же то, что я откуда-то из облака… Открываю офис, и мне не нужно его скачивать. И я не думаю ни о чем. Я не думаю, что его нужно обновлять, я не думаю, что меняются какие-то версии. Это все происходит силами Microsoft. И я не владею, я не покупаю его. А вот тогда у меня есть такой вопрос. Смотрите, тренды все-таки диктует конечный потребитель, потому что у него появляются потребности во всем этом. Или вы разрабатываете и уже внедряете все это в нашу жизнь? Мы возвращаемся тогда, наверное, к старой проблеме, кто появился раньше, яйцо или курица. Я думаю, что… То есть это все совместно? Безусловно, все происходит совместно, что есть потребители, которые начинают хотеть чего-то больше. С другой стороны, есть IT-компании, которые, понимая возможности технологий, начинают людям рассказывать, что они могут вообще, в принципе, хотеть. А вы рассказываете это своим партнерам? Мы рассказываем это своим партнерам, которые дальше предлагают это своим заказчикам. Ну и в частности, если говорить о облачном бизнесе, в конце прошлого года мы запустили проект, называется Benta Cloud. Benta – это от японского слова, что можно маленькие кусочки еды аккуратно упакованные и быстро забрать с собой. То есть это какой-то коробочный продукт? У нас есть большая платформа, которой подключены различные сервисы от производителей, в том числе инфраструктурные, в том числе софтверные. И наши партнеры могут очень простыми, удобными способами взять кусочек этого облака, разместить на своем веб-домене и прийти к своему заказчику, предложив эти облачные услуги. Ну и тут свою пользу я вижу в том, что это довольно инвестиционно затратный проект развивать это. И большое количество партнеров могут не иметь тех ресурсов, чтобы, с одной стороны, понимая необходимость в этих продуктах облачных, не иметь ресурсов, чтобы запустить их. И мы берем лучшие практики, которые есть как в мире, так и в России. И производители у нас есть как иностранные, так и российские. И удобным способом позволяем нашим партнерам донести их до заказчика. Михаил, спасибо вам большое. В завершении нашей программы хотелось бы пожелать удачи и успехов вам и вашим партнерам в развитии облачных решений и вообще новых IT-технологий. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, в эфире была программа «Технологии для бизнеса». В гостях у меня был Михаил Косилов, а вела программу Анастасия Белоногова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok